Мы продолжаем серию виртуальных экскурсий. Давайте посмотрим на вот эту фотографию, которая у нас стоит на столе в гостиной. На ней Владимир Иванович. Это 43-й год. Во-первых, незадолго до его кончины идет война. Репетируют Гамлета. Вот посмотрите, книжный шкаф, который за спиной Владимира Ивановича. А вот он стоит у стеночки на том же самом месте. А вот это вот на фотографии приемник, радиоприемник, который вот мы видим стоит здесь. Кстати, таких приемников, конечно, было немного. Не у всех они были. У советских людей была в основном тарелка такая черная под потолком, которая говорит и говорит, вот что говорит, то и слушайте. Но у некоторых были эти радиоприемники, где волну можно было уже настраивать. И вот 41-й год. Началась война. Все радиоприемники были изъяты, потому что немцы вели пропаганду. Все их забрали. Самое удивительное, что в 43-м году все вернули на место. Вот. Владимир Иванович сидит у нас, видите, холодно, видимо, валеночка, кепочка. Кепочка вот его на диванчике лежит. Все на месте. Письменный столб мы видим, угол письменного стола, настольную лампу, портрет Чехова. Абсолютно все на своих местах. Кстати, стены обклеены обоями, которые немецкая фирма выпускала. Лин Круз, который существует и до сих пор. Посетители, которые приходят в музей, особенно люди пожилые, часто вспоминают о том, что вагоны метро, вагоны поездов дальнего следования были обклеены именно такими обоями. Сейчас по Сокольнической линии ездит ретро-вагончик, который обклеен вот этой вот обоями фирмы Лин Круз. Покрашены они желтым цветом. Тиснение как в столовой. Вот там вот мы были, смотрели. Такое же точно. Люди пожилые вспоминают, приходят в умиление. Сразу вспоминается детство, как они с мамами и папами ездили в этих вагончиках метро.